Аликс Найт Попаданка в Академии Драконов или допросить хомяка Пролог У меня беспорядок, я не ждала гостей, господин. — Декстер, я же просил обращаться ко мне по имени! — перебил меня мужчина, прожигая взглядом серебристо-серых глаз. — Декстер, — повторила я, отступая от входа, чтобы пропустить Дракона в комнату. Внимательно оценив скромное убранство помещения, мужчина вошел. И здесь сразу стало как-то тесно. Аура Дракона давила. Казалось, его запах моментально наполнил комнату пряными образами. — Ну, какими судьбами? — поторопила его. Вечно он возникает не вовремя. Привлек к своему расследованию, подбросила свою нравную кошку и немного сумасшедшего хомяка. Теперь вот явилась и без приглашения. — Что дальше? — Я отвлек вас от дел. Проигнорировав мой вопрос, Декстер прошел к письменному столу, где лежали мои блокнот, бумаги, и вальяжно раскинулась властелиной, недовольно подергивая белоснежным хвостом. — И чего он приперся? — спросила она, лениво зевая. Лишь улыбнувшись на ее фразу, я проследила за передвижением Дракона. Снова внутренне радовалась, что он не слышит слов кошки. Иначе бы разозлился. Я не так давно в этом мире, но успела понять, насколько чешуйчатые могут быть вспыльчивыми. — Да, я писала бизнес-план. Подтвердила, вспомнив о том, что Декстер ждет ответа. — Что писали? — мужчина вопросительно приподнял бровь. — Планировала свое дело. Мне такая грандиозная идея пришла в голову. В нетерпении даже хлопнула в ладоши, снова мысленно уплывая в страну мечтаний. — Это как-то связано с расследованием? — Эм, нет, — повинилась я. Для расследования пока что с моей стороны сделано лишь одно. Я откачала хомяка после магических настоек. Теперь его не заткнуть. Но фонтанирует он не показаниями по расследованию. — Понятно. Мужчина двинулся ко мне неумолимо и как-то угрожающе. Возникла трусливая мысль спрятаться за спину кресла. Пришел тут поздно вечером, ничего не объясняет и смотрит как-то, будто хочет съесть. Почти как тогда. Дракон одним словом. — Вы так и не сообщили, в чем причина визита, — напомнила я. Декстер замер в полуметре от меня. — Высокий, что только подчеркивал подогнутый по подтянутой фигуре костюм. Я выпрямилась, даже пристала на цыпочке. Но все равно рядом с ним казалась себе коротышкой. Если не выгорит это дело, то займусь новшествами в сфере моды. Изобрету шпильки, а лучше стрипы, учитывая, какие рослые здесь водятся мужчины. — Причина в вас, Дарья. Разве это не очевидно? Серебристый взгляд пробежался по моему лицу и опустился ниже. — Нет, не к груди, но близко. Я поюжилась почти явственно, ощущая, как дракон изучает меня, словно что-то ищет. Даже начала подозревать, что именно. Во мне? — тяжело сглотнув, — поторопила я. — Знаете, я много размышлял. Никакой информации о прошлом. Необычный дар. Странные выражения и... Поддельные документы. На последних словах он криво ухмыльнулся. Я же снова сглотнула и скосила взгляд на кресло. — Нет, оно не спасет. Лучше сразу прыгать в окно и бежать из страны. Прощай, Академия драконов. Здравствуй, жизнь беглянки. Кроме того, зная, с кем вы водите дружбу, вспомнил момент сокрытия ауры. Дракон сделал широкий шаг ко мне. Гладкий набалдашник трости поддел ворот надетой на меня рубашки. — Дарья, мне кажется, он тебе угрожает, — сообщила властелина. — Будто я не поняла, — пробормотала про себя. — Что? — уточнил Декстер. — Кошка говорит, вы плохо себя ведете. Зачем-то запугиваете меня. — Разве вам страшно? — ухмыльнулся дракон. — Нет, — соврала я. — А вам? — поинтересовалась совершенно не к месту, но заставила дракона немного растеряться. Как не ругала себя, а все-таки начала отступать. Шаг, еще шаг. Но дракон оставаться на своем месте не пожелал и двинулся за мной. Получался своеобразный танец, и в нем я оказалась самым неважным танцором, потому что споткнулась о край ковра и, взмахивая руками, попыталась упасть. Дракон поддержал меня за локоть. На балдашник трости скользнул на мою шею, отодвигая ворот рубашки. Послышалось звяканье цепи, когда он коснулся искомого. Ртутный взгляд вспыхнул торжеством. — Обожаю разгадывать загадки! — сообщил Декстер вкратчивым тоном, словно делясь тайной. — И вы — самая занятная за последнее время. — Кто же вы, Дарья? — Знаю, что не дракон. — Так это же не будет загадкой, если я отвечу. Сердито оттолкнула его руку и сделала шаг назад. На коже до сих пор горело его прикосновение. По телу пробегали мурашки, а в душе творилась настоящая буря. — Смею предположить, что я ее почти разгадал. — Ваш дар слишком редкий! — произнес с намеком. — И что вы намерены делать? — Предложить защиту. — пожал он плечами, чем ввел меня на мгновение в замешательство. Такого я не ожидала. Но сомневаюсь, что мы одинаково понимаем его слова. — Нет, спасибо. — Фыркнула я и поспешила обойти распоясавшегося дракона. Декстер выставил трость в сторону, преграждая мне дорогу. — Я неправильно выразился. — Защита предложена в ультимативной форме. — Вы войдете в мой род, Дарья. — Что? — Нет, — протянула в неверие. — У меня есть семья, то есть род. Другой мне не нужен. — А уж тем более ваш. — Разве звучал вопрос? — У вас просто нет выбора, Дарья. На лицо дракона набежали тени. Кажется, ответ ему не понравился. — Ну, конечно, нет выбора. Огромный выбор. — Уматывать из страны порталами, паровыми дилижансами или банально верхом. Еще можно и пешком припустить в местный лес, если уж совсем припрет. Главное — потянуть время. — Хорошо. — Согласилась я, растянув на губах широченную улыбку. — И как все будет проходить? Вы меня удочерите? — Выражение лица Декстера было непередаваемым. Такого предположения он не ожидал. — Нет, — хрипло произнес он чуть с узи его глаза. — Мы поженимся. — И ваша невеста не против? — О ком вы? — нахмурился он. — Вот не надо тут устраивать цирк. Я-то обо всем знаю. — Дарья, не переводите разговор. Он щелкнул пальцами. И словно из ниоткуда в его руках появился золотистый браслет. Тонкие переплетения металла в сочетании с разноцветными камнями образовывали интересный рисунок. Украшение выглядело дорого и красиво. — Что это? — подозрительно поинтересовалась я вновь, начав стратегическое отступление. — На этот раз в направлении окна. — Родовой артефакт. — Брачный. — Мне не нравится. Капризно надуло губы, ускоряя свой отход. — Хочу с бриллиантами. Закатив глаза, Декстер стремительно двинулся ко мне, схватил за руку и раскрыл браслет, намереваясь его надеть. Страх вспыхнул в душе. И на него отозвался мой взрывной дар. Магия заискрилась на кончиках пальцев. Вспыхнуло электричеством в воздухе. Но, как всегда, сработало в точности да наоборот. И вокруг нас завертелись лепестки роз, испуская удушающее благовоние. — А, нет-нет-нет, надо вспомнить, как меня учили. Наоборот, желать Декстеру добра и счастья. Украсить дорогого жениха лентами и бантиками. Вот. Металл, согретый теплом ладони дракона, коснулся запястья. Следом бабахнуло так, что меня отбросило в кресло взрывной волной. А потом прокинуло на пол. В ушах звенело, перед глазами вспыхивали разноцветные пятна. Я на четвереньках выползла из-за перевернутого кресла и обнаружила дракона. Он располастался на полу и не подавал признаков жизни. Властелина аккуратно спрыгнула со стола ему на спину и уселась, принявшись вылизывать пушистую лапку. Я так поняла, сегодня у нас по плану закапывание трупа? Деловито поинтересовалась она. Да, да, да. Лео взобрался на голову Декстера по волосам. Хомяк победно поднял лапу вверх. Чур, я ответственный за прощальную речь. Какую речь? Какое закапывание? Он что, умер? Декстер, мамочки, я убила дракона. Тут Декстер пошевелился. Жив. Подтянув к себе его трость, лежащую на полу, я поднялась на ноги. Надо бы добить. Пусть поспит, пока я сбегаю из страны. Глава первая. Несколькими днями ранее. Дарья. Здравствуй, Сильвер. Радостно провозгласила я, выбегая из здания вокзала. Солнечные лучи приятно припекали макушку. Задорный ветерок доносил голоса суетящейся толпы. Все спешили по своим делам. Общались, смеялись, либо просто угрюмо молчали, стремясь попасть в здание. Как же я скучала по бешеному ритму города. Неземные мегаполисы, конечно, но что-то очень близкое, почти родное. Девушка, не загораживайте проход. Донеслось из-за спины. Ухожу. Продолжая улыбаться, двинулась в сторону виднеющихся впереди карет и телег. Куда же без ворчунов? Они создают неповторимый антураж и атмосферу дискомфорта города. Изменения в скучном течении жизни неимоверно радовали. Наконец-то я выбралась из своего захолустья и прибыла в столицу. Прямо чувствовала, как город искрится энергией, жизнью и интересными событиями. А в деревеньке, где я жила до этого, единственным важным происшествием за последние полгода стало рождение телят у местного аналога коровы Айсидоры. Нет, звали ее иначе. Но ей нравилось это имя, и оно ей больше шло. «Дарья!» — донесся радостный возглас, а следом меня закружила в золотисто-кудрявом вихре. Мишель, моя подруга и спасительница, крепко обняла и расцеловала меня в обе щеки. «Как давно мы не виделись!» На ее лице играла широкая улыбка, а в измрудных глазах искрились смешинки. Раньше, когда жила на земле, я читала пару книг про попаданок. И героиням тех книг несказанно везло, не то что мне. Им сразу выпадали различные плюшки, красивый принц или, на худо конец, герцог, замок или несколько поместьй. Мое попадание в этот мир было странным. Я просто переходила дорогу. На зеленый свет, между прочим. Но один лихач решил проскочить. Он летел на меня, не снижая скорости. И мысленно я уже попрощалась с жизнью. Но вдруг пространство вокруг меня вспыхнуло. Я оказалась на пустой дороге в незнакомом городе. Только уже не современном, а будто сошедшем со средневековых картин. Проходящие мимо пьянчуги неоднозначно отреагировали на надетые на меня шорты с топом. И вот когда после чудесного спасения я начала опасаться уже за свою честь, появилась Мишель и раскидала негодяев. «Привет, вжих!» Погладила по макушке сидящего на плечах подруги Виверна. Малыш довольно прищурил голубые глазки, наслаждаясь лаской. «Мы по тебе скучали», — прорчал он. «На еще в книгах по поданкам отваливают магические способности или какой-нибудь особенный дар. Дар у меня был всегда. Я умела разговаривать с животными, но, попав в астрию, раскрыла в себе и способности к магии. Вот только они оказались взрывными и опасными для окружающих. Что бы ни пыталась колдовать, выходила в точности да наоборот, либо просто случался взрыв. Именно поэтому я прибыла в Сильвер. Намеревалась поступить в Академию драконов, чтобы научиться управлять своими силами». «Что он говорит?» — поинтересовалась Мишель. «Говорит, что скучал». «А еще Мишель самца нашла», — сообщил Виверн. «И он вкусно меня кормит». «У тебя появился мужчина?» — обрадовалась я. «Вот ведь сплетник», — хихикнула Мишель, помахав перед мордочкой Виверна ладонью. «Я потом все расскажу. Сейчас у меня мало времени. Надо вернуться на работу». «То есть ты со мной не останешься?» «А зачем я тебе сегодня?» — отмахнулась она. «Ты с дороги, устала. Сейчас будешь устраиваться на новом месте. Завтра придешь в Академию, там мы поболтаем». «Ты права», — на выдохе признала я. «Денег, отложенных на поездку в столицу, было не так много, потому пришлось добираться на паровом дилижансе несколько дней. Я чувствовала себя порядком помятой, хоть и радовалась тому, что наконец прибыла в Сильвер. Мишель, конечно, предлагала взять на себя отраты для перемещения порталом, но я категорически отказалась. Не зря же столько работала. А то так получится в весеннее на шее подруге, а не самостоятельная жизнь». «Пошли, пошли скорее», — Мишель взмахнула рукой, и перед нами вспыхнула арка портала. Любое проявление магии вызывало во мне живейший восторг. «Как же это здорово! Заодно движение умелой ручки оказаться везде, где захочешь. Ну, конечно, не везде. Все зависит от силы мага. Есть ограничения. Но все же это классно. Надеюсь, в академии мне помогут совладать с даром. Я тоже научусь правильно колдовать». Пройдя через портал, мы оказались на более тихой улочке. Здесь дома выглядели не столь богато. Не наблюдалось лавок. Небольшой спальный квартал, судя по виду. Хозяйка согласилась сдать тебе комнату до поступления в академию. На чердаке. Но там чисто, грызунов нет и крыша не протекает. Я настроила бытовую сеть. Так что можешь не переживать об уборке. Единственное, она строго-настрого запретила заводить животных. «У меня никого нет», — пожала плечами. «На данный момент я могла позаботиться лишь о себе, поэтому не рисковала брать ответственность за другое существо. Хотя, конечно, хотелось. Дома на земле у меня жили два кота, собака, морская свинка, семья кроликов и попугай. Я по ним скучала. А еще по маме с папой. Мы вошли в дом через узкую дверь. Попали в полутемный коридор и двинулись по лестнице наверх. Ступени скрипели под ногами. Перила немного шатались. Я уже начинала переживать по поводу внешнего вида комнаты. С другой стороны, мои финансы ограничены. Рассчитывать на хоромы не приходится. Мы достигли последнего, пятого этажа. Мишель вставила ключ в замочную скважину и толкнула дверь. Заглянув внутрь, я вздохнула с облегчением. Помещение находилось прямо под скатом крыши, из-за чего уровень потолка разнился. Напротив двери расположилось единственное арочное окно, через которое проникали солнечные лучи, освещая помещение золотистым светом. Ковры под ногами глушили звуки шагов. Потертая временем мебель выглядела надежно. Письменный стол, стул. Кровать возле окна отделялась от общего помещения ширмой. Еще одна дверь вела в совмещенную с санузлом ванную комнату. Небольшая раковина подобие душевой кабины и унитаз. Все чистое и вполне надежное на вид. Отличная квартирка. Спасибо, Мишель. «За что?» — отмахнулась она. «Я просто поискала объявление вместо тебя». «Сама бы я так быстро не разобралась», — посетовала. «У вас нет гугла». «Чего нет?» — с улыбкой поинтересовалась она. «Средство быстрого поиска по ключевым словам». «Как хранитель в библиотеке?» «Ну, почти, наверное», — рассмеялась. «Все те долгие и скучные месяцы жизни в деревне, где мне удалось устроиться работать в таверне, я поглощала книгу за книгой, изучала страну, в которую попала. Но чтобы познать целую культуру, чтения далеко недостаточно. Мишель знала о моем мире так же мало, как и я о ее. Надеюсь, в академии удастся восполнить пробелы. А то я часто попадаю в просаг из-за своего незнания местных обычаев». «Ладненько», — Мишель хлопнула в ладони, — «располагайся. Я завтра ближе к обеду зайду за тобой, покажу академию, выдам учебники, может, прогуляемся по городу». «Спасибо», — искренне поблагодарила ее. «Ведь, по сути, она не обязана мне помогать. Все, что я могла сделать для нее в благодарность, — это уговорить вжиха остаться с ней жить. Теперь они стали неразлучными друзьями. Она же спасла меня, помогла устроиться в этом мире, нашла эту квартиру, а теперь оказывала помощь при поступлении». Но Мишель не считает, что делает нечто особенное. Она многим помогает и ничего не просит взамен. Такая уж у нее натура. Надеюсь, однажды я смогу отплатить чем-нибудь более значимым за ее доброту. «Завтра увидимся», — вжих махнул хвостом, тоже прощаясь. Я закрыла за чешуйчатой парочкой дверь и осталась одна в новом жилище. На губах сама собой расползлась счастливая и немного нервная улыбка. Тихо рассмеявшись, я вновь пробежалась по скромным комнатам, а потом разлеглась на кровати, раскинув руки в стороны. «Совсем скоро я поступлю в академию и перееду в общежитие. Но ненадолго эта небольшая квартира станет моим новым домом, раз вернуться в свой, пока нет возможности». Мне нравилась Астрия. Магия различной расы, необычные места. Все здесь приводило в восторг. Но там, на земле, остались мама с папой, мои питомцы, друзья. А потому я собиралась сделать все возможное, чтобы вернуться. Сразу как прошел первый шок от попадания в другой мир, мы обсудили случившееся с Мишель. Межмировые перемещения считались фантастикой, чем-то невозможным, поэтому она не могла помочь мне с возвращением. Но был шанс, что перемещение связано с особенностью моего дара. А так как он не поддавался контролю, было решено поступать в академию. Постепенно составился план дальнейших действий. Первым пунктом нужно было освоиться в новом мире и накопить средства. К этому этапу я подошла, насколько возможно, ответственно, ведь он являлся основным, работала, училась и смогла отложить достаточную сумму. Теперь же предстояло успешно сдать экзамены. После нескольких дней в поездке и радостной встречи с подругой, я вдруг оказалась в тишине и полнейшем одиночестве, обреченная на безделье. Даже грызунов не водилось, с которыми можно поболтать. Я приняла душ, переоделась в свежее платье, потом перекусила купленным на последней остановке дилижанса пирогом. Больше было нечем заняться. Взятые в дорогу книги давно прочитаны, вышивать я не умела, а практиковаться в магии в новой квартире не решилась бы. Время тянулось бесконечно долго. Стрелки часов не торопились приближаться даже к полудню. Такими темпами я рисковала умереть от тоски до завтрашнего утра. С другой стороны, что мне мешает прогуляться? Вот именно, ничего. Пройдусь, осмотрюсь, подышу свежим воздухом, может, найду поблизости книжную лавку. Главное, не заблудиться и не вляпаться в неприятности. Уж с этим я справлюсь. Погода радовала ярким солнышком. Вообще, климат драконьего материка довольно приятный, особенно в столице. Окружающие Сильвер, леса и цепь гор защищают город от морских ветров. Но, конечно, драконьий материк – громкое название, учитывая, что половину суши занимает страна под названием Инферно – владение демонов. Драконы с ними не дружат. Отгораживаются мощным щитом и лишь сталкиваются в боевых конфликтах на границе, подступы к которым называют черными землями. Но по большей части столкновения случаются с водящейся там злобной живностью, а не с самими демонами. Одна война и так весьма прорядила население обеих стран, поэтому к новой никто не стремился. Демоны живут там, у себя, а стрицы здесь. И в целом никто никому не мешает, по крайней мере, по рассказам. Уж не знаю, как обстоят дела на самом деле. И на земле, и здесь власти, скорее всего, предпочитают сглаживать острые углы, чтобы не вызывать беспокойство граждан. На всякий случай, отыскав табличку с названием улицы на доме, в котором находилась моя квартира, я отправилась на прогулку. Предположения о спальном районе не оправдались. Соседняя улица оказалась весьма оживленной. Здесь расположилась небольшая ярмарка. Между палатками сновали представители разных рас. Решив заглянуть сюда на обратном пути, я продолжила прогулку. Похоже, Мишель умудрилась найти мне квартиру рядом с центром, потому что вскоре дорога вывела меня к зданию типографии крупнейшей газеты города, а впереди показались башни вокзала. Здесь я задержалась, любуюсь великолепными колоннами и скульптурами. Похоже, типография расположилась в каком-то историческом здании. Громкий жалобный лай отвлек меня от изучения местной архитектуры. Из здания буквально вылетела девушка в брючном костюме, кричащего салатового цвета. На ее плече висела кожаная сумка, в тон из которой пытался выбраться песик, похожий на земного пекинесса. Породы местных животных, конечно, сильно отличались от земных. Скорее всего, из-за того, что здесь не проводилась селекция. Будто этот песик был крупнее, но с более аккуратной мордочкой, кудрявый и огненно-рыжий. «Спасите! Помогите!» — прокричал он. «Я же не сдержусь!» «Представляешь, так и сказал, высосанное из пальца, даже не так, высосанное из мизинца вашего пса!» Причитала его хозяйка в кристалл связи, стилизованный под изображение названного песика, и удерживала беднягу в сумке. «Простите!» — я подлетела к девушке, отвлекая от разговора. «Вашему питомцу нужно в туалет, иначе он... Ну, прямо в вашу сумку!» «Прямо туда!» — на высокой ноте провыл бедный пес. «Ох!» — девушка сразу прекратила вызов, вытянула из сумки собаку и выпустила из рук. Закружившись на месте, малыш припустил к ближайшим кустикам. «Готовьтесь к потопу!» — провозгласил он. «Как же я так!» — расстроилась девушка. «Бывает!» — подбодрила я ее. «Ох, если бы в сумку! Она бы меня сама на сумку пустила!» Пожаловался пес си меня обратно к нам. «Ты преувеличиваешь!» «Ничего подобного!» — возмутилась животная. «Она ее гладит чаще, чем меня!» «Может, это подарок?» «Простите, девушка, вы разговариваете с собакой?» — недоуменно спросила моя собеседница. Я глупо рассмеялась. На земле-то иногда не удавалось проигнорировать фразы некоторых животных, из-за чего многие считали меня странной. «Здесь мало что изменилось. Ведь мой дар был уникальным, как выразилась Мишель». «Да, я его понимаю!» — подтвердила, продолжая улыбаться. «Он считает, что вы любите сумку больше, чем его». «Что?» — глаза девушки округлились. «Вы меня разыгрываете или смеетесь?» — подозрительно прищурилась она. «Нет-нет, конечно!» — замахала я руками. «Правильно! Ей эту сумку подарил ее ощеный хахаль. Ей намекаю, что он плохой, а она только ругается. А от него, между прочим, пахнет другой самкой». Мои брови поползли вверх от удивления. «Ваш пес говорит, что сумку вам подарил ухажер». «Так и есть!» — подозрений в глазах девушки прибавилось. «А еще он говорит, что от вашего ухажера пахнет другой женщиной, поэтому он его не любит». «Можно поподробнее?» — в голосе собеседницы появились шипящие нотки. «Конечно, я уже жалела о том, что открыла рот. Но ведь и не могла просто уйти. Женская солидарность не позволяла. К тому же, раз начала, придется идти до конца». «Это грустно слышать», — коротко выдохнула она, когда я завершила пересказ слов песика. «Но я вам благодарна. Как вас зовут?» «Дарья». «Дарья, я обязана чем-то вас отблагодарить». Она задумалась на мгновение. «На соседней улице есть замечательный ресторан. Я сама туда направлялась». «Не стоит. Я угощу вас обедом», — безапелляционно заявила она. Подняла своего питомца, чмокнула его в макушку, а меня взяла за руку и потащила к развилке дорог. Отказаться не вышло. Моя новая знакомая, представившаяся Эйлоной, была непрошибаема и целеустремленна, как танк. Она оттащила меня в ресторан, там заказала лучшие блюда на свой вкус. Ценник пугал, но вкус еды поубавил мою подозрительность. Пользуясь случаем, Эйлона через меня пообщалась со своим псом по кличке Кудрик, а потом внезапно перешла к расспросам о моей жизни. Интересовалась особенностями Дара, моим прошлым. Сбежать от нее удалось с огромным трудом. В неприятности я, конечно, не угодила, и даже не заблудилась, но наткнулась на довольно дотошную натуру. А потому остаток дня прошел в квартире за чтением купленного на ярмарке путеводителя по Сильверу и поглощением приобретенных там же пирожков. Засыпала с трудом, несмотря на усталость. Все думала о том, как пройдет следующий день, пребывая в нетерпении от желания поскорее посетить академию. Но каждый раз возвращалась мыслями к родителям. «Не волнуйтесь, папа и мама, я научусь колдовать и однажды вернусь к вам», прошептала про себя и сильно зажмурилась, пытаясь заставить себя расслабиться. Потом же в голову пришла внезапная шалость. «Сплю на новом месте, приснись, жених невесте». Хихикнув про себя, я закрыла глаза и быстро заснула, теперь с предвкушением ожидая интересных снов. Декстер «Эй, Декс, от того, что ты перечитаешь его в сотый раз, ничего не изменится!» Ворвался в мои мысли язвительный голос кордели, оторвав меня от чтения. Потерев веки пальцами, я сфокусировал взгляд на драконице, стоящей в дверях моего кабинета. Скрестив руки на пышной груди, она облокотилась на косяк, уперев в него пятку сапога. Черные волосы блестящими прядями спадали на плечи, зеленые глаза смотрели насмешливо. «Что-то срочное», — уточнил я, проигнорировав ее фразу. «Обед давно прошел, решила тебя накормить». «Я не голоден, спасибо», — вновь уткнулся взглядом в строки дневника. «Не понимаю, как можно даже в личных записях не похвалить себя за успех, пусть и в противозаконных делах? Да и зачем шифровать записи о ежедневной рутине?» «Такими темпами твой зад приклеится к стулу». Корделия не спешила уходить. «Мы можем пообедать и отправиться ко мне. Хорошо проведем время». «Я уже говорил не раз», — пробормотал, перелистывая страницу. «Работа и личная жизнь несовместимы. Ты просто не пробовал», — фыркнула она. «Почему же пробовал? Вывод основан на собственном опыте. Советую прислушаться». «Все равно голодать вредно. Я уже перекусил. В компании же приятнее. Не будь скучным». «А я когда-то был веселым». «Увидимся, Декстер», — недовольно проворчала она и закрыла за собой дверь. Вновь растерев ноющие веки, я откинулся на спинку кресла. Мне подбросили сложную задачку — разобраться в темных делишках Иоганна Эльвериди, прежнего ректора Австрийской Академии Объединенных Рас, которую в народе называют просто Академией Драконов. Два месяца назад на ее территории произошел взрыв, полностью уничтоживший восточную башню главного здания. Сам ректор пропал без вести. И нашли его совершенно случайно. Во время строительных работ откопали потайную комнату под башней. Ректор погиб от активации проклятия защиты, что уже странно, ведь он имел доступ ко всем помещениям Академии. А позже начали всплывать его прошлые грешки, взяточничество в Академии, нелегальные ставки, имел место и заказ редких ингредиентов. Правда, остается загадкой, для чего они использовались. А мимо этого ко мне обратился род Веридия, сообщив, что Иоганн присвоил в себе несколько сильных родовых артефактов. Их местонахождение до сих пор неизвестно, но даже попавший ко мне в руки личный дневник Иоганны не дал никаких зацепок. И я начинал отчаиваться. Ректор оказался настойчивым в сокрытии следов своей нелегальной деятельности. Не хотелось этого признавать. Но Корделия, кажется, права. Дневник ничего не даст. Только что даст. Может, стоит вновь осмотреть квартиру Иоганна в Академии? Я и так проверила ее всеми возможными способами на тайнике. Или попробовать выбить у нового ректора разрешение на поиск других тайных комнат в Академии. Хотя кто же меня допустит к таким секретам? Впрочем, попытка не пытка. Забросив дневник в сумку, я подхватила свою трость и направился к двери. Покинул отдел по работе с магическими преступлениями, вышел на улицу. А там открыл портал. Первым делом все же решил пообедать. Разговор с Корделией пробудил аппетит. Возле Академии находилась замечательная таверна. Туда я и переместился. Кормили в заведении чудесно. Разве что здесь бывало шумно из-за студентов. Заняв столик у окна, я почти привычно потянулся к дневнику в сумке. Но одернул себя. Это ничего не даст. Пытаясь занять себя в ожидании заказа, выглянул в окно. Мимо прошла девчушка, прижимая к груди найденного где-то котенка. У Иоганна была кошка. Правда, как выяснилось из записи, не его. Он украл животное у девушки, которая посмела ему отказать. Думаю, эта кошка с радостью бы выдала все секреты своего похитителя. Принесли заказ. Я отвернулся от окна, решив отдать должное еде. Но даже потрясающий аромат жареного мяса не смог поднять настроение. Я любила разгадывать загадки. Можно сказать, они пополняли мою личную коллекцию и ненавидел проигрывать. А сейчас как раз терпел крах в поисках. «Что-нибудь еще, господин?» Поинтересовалась официантка, кокетливо заправив светлую прядь за ухо. «Подкинь мне зацепку!» Хмуро подумал про себя, но девушке лишь улыбнулся и отрицательно мотнул головой. Уронив с подноса вилку, она присела, видимо, решив продемонстрировать содержимое декольте. Но смотрел я не туда. Взгляд прикипел к лежащей на подносе газете. «Говорящая с животными», — гласил заголовок статьи. «Похоже, в деле бывшего лорда ректора ожидается сдвиг. Мне нужна кошка Иоганна. И эта девушка, Дарья».